Всем привет! С вами я Виолетта, и в этом видео хочу показать вам свои раскрашенные работы за месяц ноябрь. Их было не так много, большую часть из обычных картинок вы видели в челленджах, и, собственно, мало чего раскрашивало помимо них. Не было вдохновения, не было желания, не было сил, зато было время, причём достаточно много, но я тратила его на другие хобби. Потому что хотела отдохнуть от раскрасок перед декабрём, чтобы в декабре раскрашивать как можно больше с энтузиазмом, с каким-то особым желанием. Поэтому ноябрь у меня такой нераскрасочный, зато я не тратила деньги на раскраски, что тоже довольно приятно. Итак, значит, первая работа в этом ролике будет в рождественской раскраске от Фабиана Атаназио. Я её красила на челлендж «Почувствуй», который мы снимаем с Алисы Элис Фокс. В общем, здесь спиртовые маркеры и гелевая ручка на шампанском. Такая вот аппетитная курочка или индейка, честно говоря, не знаю. Вот так это всё выглядит на обратной стороне, и маркеры здесь у меня никакие не проступили. Также на этот же челлендж работа в раскраске «Финский рэп». Вот такой молодой человек. Это акварель разная. В основном детская, мне кажется. Или... Не, ну Ван Гуг тоже здесь было достаточно много. Раскрасочка «Затерянный океан». Эта картинка у меня на челлендж. Выбери мне. Вот здесь у меня фломастерами и гелевыми ручками раскрашены вот такие, знаю, лобстеры, крабы. Что-то такое. Я здесь, кстати, перепутала дату. Потому что я должна была это раскрашивать в ноябре явно. Видимо, от октября в тот момент ещё не отошла. Хьюги раскраска. Здесь у меня иллюстрация на челлендж «Три в ряд» с Алиной Плис. Вот такая картиночка. Честно говоря, я не помню, что здесь за карандаши. Вижу точно, что какие-то металлик есть. А эти... Или Невская палитра, или что-то подобное. Раскраска «Улумая» «Кавайный таро». В общем, такая иллюстрация. Мне она не очень нравится. Тоже почему-то здесь написала «Октябрь». Мне кажется, я забуду исправить, но да ладно. Но это точно было в этом месяце раскрашено. Тоже на челлендж «Выбери мне». Доказательство любви. По-моему, да. Тоже на челлендж с Алиной Плис. Спиртовые маркеры. Такая работа под песню группы «Баюрак». Я, кстати, буквально через несколько дней после раскрашивания этой картинки ходила на концерт. И там пели эту песню. Я, по-моему, выкладывала свой Телеграм-канал. Поэтому, если интересно, переходите по ссылочке и смотрите. Вот такая. Ну, довольно приятная, на самом деле, картинка. Я вообще очень люблю эту раскраску. Но здесь уже много работ. Причём все за этот год раскрашены. Далее. «Сладкий мир». Картиночка по палитре. Тоже я всё перепутала. Ну, да, ты в этом месяце. Прямо у меня с ними совсем не пошло. Челлендж. Опять же, выбери мне с девочками. Такая мороженка. Совсем не ноябрьская, конечно. Но зато по цветовой гамме отлично подошла. Раскраски Dimensions. У меня две работы. Вот эту я раскрасила абсолютно случайно. Я не планировала красить её в этих цветах. Но что-то на меня там нашло. И, в общем, раскрасила по палитре, которая была к челленджу «Выбери мне». И потом пришлось к челленджу «Три вряд» раскрашивать ещё одну картинку. Очень мне нравится цветовая гамма. И в целом такая иллюстрация действительно осенняя. Очень приятная. И последняя картинка из раздела «Обычных раскрасок» в книжке «Волшебная шкатулка». Красила её на челлендж «Почувствуем» с Алисой. И, в общем, здесь изобразила отсылку к её любимой работе с мышкой в Ханни Карлсон. Вот. И выбрала эту картинку, потому что здесь духи. Алиса любит парфюм. Вот, собственно, такая история. Раскрашила навстречу колористов. Всё, что вот карандашами и ручками. А фон акварелью дома делала. Такая интересная картиночка получилась. Но не могу сказать, что там прям моя любимая какая-то за месяц. Далее давайте посмотрим раскраски по номерам. Их тоже в этом месте не так много. Но, как я уже сказала, практически ничего не раскрашивала. Так, по мелочи. Вот такой разворотик. Достаточно летний. Ну, почему бы и нет. Далее мандалы Киры Шершневой. У меня здесь осталось, по-моему, картинки 4. В общем, совсем скоро закончу. Такая мрачная. Ну, на ноябрь самое оно. И треугольники. Здесь супер уютная как раз ноябрьская, мне кажется, картинка. Потому что камин, кресло, какие-то цветы. В общем, домашняя атмосфера. Здорово. Так подгадалась. Цветовой квест. Раскрашиваю эту картинку в качестве затеста новых акриловых маркеров. Но, честно скажу, я вообще не в восторге. Обязательно будет ролик, когда я доберусь до него с монтажом. Вот. Никак не могу отснять второй арт-материал для того, чтобы хотя бы два их протестировать. Ну, хотя бы вот эту картинку раскрасила. В целом, так вроде неплохо выглядит, но она мучилась я, конечно, с ней знатно. Далее. Цветовой квест Санкт-Петербург. Хотела вообще раскрасить иллюстрацию к второму ноября. Это день признания Петербурга. Что это такое? В общем, какой-то праздник такой, типа. Я хотела что-то про Питер раскрасить, но у меня не было особо времени именно в тот момент, когда я взялась за это задание. И решила взять раскраску по номерам. Единственная картинка, у которой вообще было непонятно, что там получится, она стояла вот из таких квадратиков. Здесь некоторые элементы, они были уже раскрашены, например, вот тут вот эта звездочка. В общем, я не понимала, что же здесь будет, решила ее раскрасить. Тем более, здесь всего два цвета. Взяла маркер Sharpie Fine, вонюшки вот эти дурацкие. Но желтый, кстати, посмотрите, как хорошо подошел. А черный, он вот здесь закончился. И я уже фломастером добила. Ну так вот. Крашу, крашу, не понимаю, что же вообще это такое. Вижу, что здесь написано про русский рок. И понимаю, что, наверное, здесь будет какой-то исполнитель. В общем, могу ошибаться. Может, цой. Не знаю. В общем, я, честно скажу, не фанат именно рока в таком вот его проявлении. Мне нравятся современные течения. Какой-нибудь панк-рок, кьют-рок, поп-рок. Ну, то есть что-то вот такое более лайтовое, что ли. И из-за нынешнего рока, наверное, слушать только вот «Три дня дождя». Он, по крайней мере, себя вот таким исполнителем относит. Но, в общем, получилась работа не совсем питерская, но зато было интересно пораскрашивать. Ну и, конечно, мои любимые Ашет. Вот. Ну и «Звездные войны». Она вообще тоже, на самом деле, выходила, по-моему, от Ашет. Просто у нас в России ее, слава богу, сдали. В общем, здесь прямо в начале месяца раскрашивала такую картинку. Плохо, наверное, видно, что здесь изображено. Я вам поэтому открою сейчас ответ. Вот. Ну, то есть так себе, конечно, картинка, потому что, ну, не очень понятная. Так, цветы. В цветах у нас здесь не самая тоже интересная картинка. Я еще и по цветам не знала, что здесь выбрать. У меня не было, оказывается, вообще никакого темно-такого фиолетового цвета. Взяла черный, но он здесь совсем не подошел. Ну, я по этому поводу не особо парюсь, потому что для меня раскраска по номерам – это про процесс, а не про результат. Поэтому не страшно. Так, далее раскраска манго. Одна из моих любимых. Здесь я раскрасила, получается, третью картинку. Вот эту девушку. Если я ничего не путаю. Ну, вроде бы ее должно было красить. Это фо-мастер Крайола и Штедлер. И вот такого паренька, тоже Крайолый Штедлер. Ну, и, может, какие-то маркеры. Не знаю, почему. Бумага вообще здесь ужасная. Все полосит, хотя в других книжках такого нет. В общем, картинки очень крутые, классные, но раскрашивать безумно тяжело именно из-за этих полосок. Ну, как-то не в восторге. Она как будто слишком гладкая, что ли. Но при этом, ну, то есть что-то как будто проскальзывает. Не знаю. А вот эта иллюстрация, следующая, 12-ая, она зимняя. Хочется ее раскрасить, но пока не знаю. У меня здесь есть пропуски. Вот, это те картинки, которые мне не слишком нравятся. Я их там как-нибудь потом сделаю. И плакаты. Вот такая прекрасность девушка. Тут видно, конечно, что буквы, они, ну, грязные. Но мне, честно говоря, вообще абсолютно все равно. То есть я понимала, что, да, это пустой. Это самый светлый цвет, который по-любому растянет на себя вот этот красный. Но я все равно им раскрашивала в последний момент. И, ну, может быть, это даже какая-то задумка мой какой-то шарм. Не знаю. Мне не столь принципиально. Кстати говоря, вообще практически не видно, что это не белый цвет. То есть из-за того, что фон цветной, можно было, мне кажется, вообще это не раскрашивать. Ничего бы не изменилось толком. Ну вот, как и есть, так и есть. Ну и последний раздел, так скажем, сегодняшнего видео. Это, конечно же, спиральные раскрасочки. У меня, как вы видите, их всего пять получилось. Что-то я не взяла из того, что планировала. Вот, ну ничего страшного. Самые главные раскраски я задействовала. Начнем вот с этой, спиральная раскраска Спанчбоб. Здесь у меня Супермен, по-моему. Да. Ну, я довольна такой приятненький он. Это синяя капиллярка просто. По-моему, от Скетчмаркер. Так, раскраска Барби. Я ее раскрашивала на парах по педиатрии. Очень было приятно, на самом деле, их красить. Потому что лучше намного материал запоминается. Вот я прям заметила, что я не отвлекаюсь, а как бы раскрашиваю и действительно вдумываюсь. Итак, в общем, здесь у меня такой разворотик. Значит, это докторка Барби и это Кен. Кен, ну вот, не знаю, захотелось мне его таким нежным сделать. Мне очень нравится, как получилось. Но вживую очень плохо видно на камеру. Он прям различим. Вот, а докторка, не знаю, почему у меня ассоциируется именно с бирюзовым цветом. Как бы медицина, врачи, почему-то вот все такое должно быть какое-то бирюзовое. Не знаю, почему. Вот, и еще в этом месяце, в день борьбы с диабетом, кстати говоря, раскрасила вот такого Кена. По цветам, мне кажется, он прям такой... Альфач, не знаю, ну вот у меня такой цвет ассоциируется с мужиком. Вот такие дела, да, у меня в этой раскраске. Это ручки Моранди, я все время их подбираю по цветам, то есть с каким-то прям, с какой-то идеей, с каким-то смыслом. Вот, постепенно буду эту раскраску заканчивать. Именно этими ручками. Далее, Чарльз Шоколадная фабрика. В декабре выходит фильм Вилли Вонка, и, естественно, эта раскраска у меня будет использоваться, раскрашиваться активнее, чем другие. Вообще не уверена, что в декабре буду красить спиральки, кроме этой раскраски. Вот, но в ноябре тоже ее продвинула, потому что тоже буду заканчивать. Итак, значит, первая картинка это миссис Боригард, мама Виолетты. Поэтому она, собственно, фиолетовая. Вот, но, по-моему, она... Да, она другого цвета, не как Виолетта, потому что это капиллярка от Скетчмаркер. Далее, Майк Ти Ви, мой любимый герой в этом фильме, был, по крайней мере, всегда в детстве. Тоже Скетчмаркер-капиллярка, очень она классная. И коричневая это тоже капиллярка. Здесь вот немножечко я накосячила, но всякое бывает. Это мама Чарли, главного героя. Вот эту капиллярку больше не буду использовать. Ее очень тяжело красить, она заедает. Ну, видимо, подсыхает уже или что, или заканчивается, не знаю. Вот, но у меня просто вся семья Чарли, она как-то ассоциируется с коричневым цветом, потому что, ну, они там жили в бедности, вот, потому что они, собственно, потом стали жить на шоколадной фабрике, то есть вот такие-таки штуки, такая ассоциация. Вот, я очень рада, что в следующем месяце у меня будет Умпа-Лумпа и Дедушка Джо, как минимум, потому что, ну, это очень яркие персонажи, и, конечно, здорово, что они будут именно в декабре. Так, история игрушек. Постепенно я заканчиваю эту раскраску, и, по-моему, я ее брала с собой на лекцию, да, наверное. В общем, раскрасила разворотик вот такой. Это тоже капиллярки от Sketchmarker, мне они больше нравятся, на самом деле, даже чем гелевые ручки, потому что ими проще раскрашивать какие-то вот эти мелкие полосочки. Вот, я их тоже прокрашиваю, да, я вот такая вот туда дротка немножко. Вот, приятненький такой разворот. Собственно, забыла, как мальчика зовут, и Боб Пиф, Энди Дэйвис. Ну, хорошо, она мне так протекается, постепенно ее я думаю, что раньше всех закончил. И последняя раскраска в этом ролике «Клинок рассекающий демонов». Эту книжку я раскрашиваю только металлик ручками, и я вообще в полном восторге, как у меня здесь вот все выходит. Этот персонаж, он должен быть, по-моему, каких-то вот таких красных оттенков, в общем, делая его именно таким. Но пока лучше, чем вот эта героиня, тут я никого не нашла, ну вот из-за раскрашенных мной именно как вот получилась готовая иллюстрация. Вот здесь вроде бы много, большая заливка, но из-за этого нет каких-то мелких деталей, не так интересно выглядит готовый рисунок. В общем, такие были у меня работы. Даже не знаю, на самом деле, что выделить в качестве любимой картинки, потому что не так много всего интересного получилось, и как будто бы даже скучноватый вышел месяц. Вот, напишите, кстати говоря, как у вас, потому что слышала, что в ноябре у многих был такой творческий ступор. Я думаю, что в связи с вот этим сменой сезонов, то есть уже и вроде осень красить неактуально, но и до зимы как бы еще вроде рановато, я вот реально до последнего ждала, то есть это у меня вот первая картинка была раскрашенная, такая зимняя, атмосферная, 23-го числа, но я потом почти неделю не раскрашивала. Ну, так, в основном спиральки только на парах. Собственно, наверное, эту иллюстрацию выберу любимой за этот месяц. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.